ПОДПИШИСЬ НА КВАРТАЛ ПОДПИШИСЬ НА КВАРТАЛ «Не давайте место дьяволу». Если мы посмотрим на контекст этих слов, на то, о чем Павел здесь пишет в конце 4 главы, то мы увидим, что Павел говорит на самом деле о довольно практических вещах. Он говорит о том, что нужно говорить друг другу правду, истину, нужно отвергнуть ложь, нужно контролировать свой гнев и гневаясь не согрешать. Он говорит о том, что не нужно красть, а нужно трудиться и честно зарабатывать себе пропитание и уделять нуждающемуся часть из того, что мы зарабатываем. Павел предостерегает от использования гнилых, нехороших, скверных слов, чтобы они не исходили из наших уст. Павел предостерегает от раздражения, крика, злобы и призывает к добру, сострадательности, прощению. И он говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. А и вот в этом контексте Павел говорит, не давайте, не давайте место дьяволу. Потому что делая все это, мы позволяем дьяволу занять какое-то место в нашей жизни. И вначале это место может быть не таким большим, не таким значимым, не таким серьезным. Но потом постепенно дьявол начинает расширять свои границы, он начинает расширять пределы своего влияния на нас. И он не желает остановиться до тех пор, пока не захватит всю нашу жизнь целиком и полностью. Как это работает? Как это может произойти? Может ли такое случиться в жизни христианина, посвященного Богу и доверяющего ему? Мне хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня посмотрели на жизнь одного известного библейского персонажа, а именно царя Саула, и увидели, как этот человек, начав с каких-то незначительных, может быть, не очень серьезных, как ему самому казалось, вещей и проступков, и уступок дьяволу, в конце концов, оказался полностью под влиянием сатаны. Посмотрите на Саула в самом начале, еще даже до того, как он стал царем. Мы читаем историю Саула в первой книге «Царство». Если мы посмотрим с вами на его характеристику и, скажем, на то, что мы можем узнать из действий и поступков Саула, то мы увидим, что Саул – это тот человек, который с уважением относился к Божьему пророку. И, например, мы читаем в первой книге «Царство» 9 главе и 7 стихе такие слова. Когда Саул искал пропавших ослиц, и слуга говорит ему, вот есть человек Божий, давай мы спросим у него, может быть, он поможет нам как-то в нашей беде. Саул сказал слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас? То есть он понимает, что нужно проявить какое-то уважение, нужно прийти к человеку Божьему не с пустыми руками. Саул также демонстрирует скромность в той же 9 главе, в 21 стихе, когда Самуил встречается с Саулом и говорит ему о том, что тебе и дому отца твоего все вожделенное в Израиле. На это Саул отвечает, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее ли между племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? Ну и все мы помним, что когда настало время для того, чтобы царь был представлен народу, и Господь должен был указать на того, кто будет царем, Саула не могли найти, несмотря на то, что он был человеком видным и на голову выше всех прочих. Спрятаться ему было не так просто, но он, тем не менее, смог спрятаться где-то в обозе, потому что был человек достаточно скромным. И не просто он обладал вот этими качествами, не просто он с уважением относился к пророкам, не просто он был скромным человеком, это был человек, имевший Духа Божьего. Об этом очень ясно в 10 главе книги Царств говорится, в 9 стихе написано, «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и избылись все те знамени в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается и сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». Написано, что Господь дал Саулу иное сердце. Саул пережил особый опыт, опыт обращения, опыт изменения сердца. На него Дух Святой был излит, то есть он получил, как мы сегодня могли бы сказать, крещение Святым Духом. Это опыт, очень похожий на тот опыт, который переживали христиане в книге «Деяния апостолов», не так ли? Когда Дух Святой на них сходил, они начинали пророчествовать, они начинали говорить разными языками и проповедовать, прославлять Господа. И после того, как Саул, уже представленный народу, одерживает победу над амманитянами, мы читаем в 11 главе первой книги царств, когда народ убедился, что это не просто такой красивый и видный молодой человек, но он еще может и реально их защитить от врагов. В 12 и 13 стихах мы читаем. «Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил Саулу лицарствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал, «В сей день никого не должно умертвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». То есть Саул говорит, «Хватит кровопролития, не надо никого умертвлять, не нужно сейчас преследовать оппозицию тех, кто выступал против моего воцарения». Мы видим, что Саул проявляет здесь гуманизм и такое вот доброе отношение к тем, кто, в общем-то, был против него. Но затем мы читаем о том, как постепенно, постепенно, начиная с каких-то незначительных, казалось бы, вещей, происходит отступление Саула от Господа, и происходит его падение. И первый такой тревожный эпизод мы находим в 13 главе первой книги царств, когда начинается война с филистимлянами, народ собирается в Галгал, и прежде чем выступить на войну, нужно спросить Божьего благословения, нужно принести жертву. Жертву должен принести пророк Самуил. И пророк Самуил сказал Саулу ждать его, пока он придет и совершит это жертвоприношение. Проходит время, проходит семь дней, Самуил не приходит, народ начинает разбегаться постепенно, армия Саула редеет на глазах, еще не вступив в битву, и что решает сделать Саул? Он решает совершить жертвоприношение Сам. Обратите внимание, Саул не решил какую-то гадость сделать. Саул не решил какое-то преступление или какое-то зло учинить. Саул решил принести Господу жертву. Саул решил поклониться Богу, совершить богослужение. просто без Самуила, сам. Оказалось бы, что плохого? И может быть, Саул тоже думал, ну, в конце концов, да, я же хорошее дело сделаю, я жертву Господу принесу. И он вознес всесожжение. И вот тут приходит Самуил и говорит Саулу такие интересные слова. С 11 стиха 13 главы мы читаем. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгало, я еще не вопросил Господа, и поэтому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. И в 14 стихе он повторяет эти слова и говорит ты не исполнил того, что было повелено тебе Господу. Интересно, что в отличие от языческих народов в теократическом Израиле царь не исполнял, не должен был исполнять функции священника. Он не должен был совершать вот эти общественные богослужения. Хотя некоторые цари пытались это сделать, претендовали на то, чтобы эти функции исполнять, но всегда это заканчивалось печально для них. И здесь это тоже заканчивается печально. Самуил говорит ты не исполнил повеление Господа. Да, ты принес жертву, да, ты совершил богослужение, но хорошего в этом нет, потому что ты сделал это неправильно и вообще ты не должен был этого делать. Казалось бы, небольшая проблема, но мы видим, что она влечет за собой серьезные последствия. Следующий эпизод, 14 глава. Иоаннафан и его оруженосец поднимаются на гору и вдвоем разбивают отряд филистимлян. И собирается снова войско израильское, они присоединяются к этим двоим смельчакам, к этим героям и начинают преследовать врага своего. Но после долгого преследования народ оказывается истощен, народ истомлен, они целый день ничего не ели, а Саул говорит, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто ничего не ест, потому что царь так сказал, за исключением Иоаннафана, потому что Иоаннафан не слышал этого проклятия, и он немножко меда дикого попробовал, для того, чтобы как-то немножко подкрепиться. Утолить свой голод. Но интересно, что народ настолько скажем так истомился и утомился, что мы читаем, когда они там настигли филистимляна и отняли у них добычу и скот. 32 стих 14 главы «Кинулся народ на добычу и брали овец, волов и телят и заколали на земле и ел народ с кровью». То есть они настолько оголодали, что они готовы были прямо чуть ли не сырое мясо есть. И после всего этого Саул вопрошает Господа, что делать дальше? Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли ты их в руки Израиля? Господь ему не отвечает. И поскольку Господь ему не отвечает, Саул понимает, что что-то не так, что-то неправильное происходит, на ком-то грех, он начинает выяснять, на ком же грех, бросают жребий, и он говорит, «Жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». То есть Саул делает такие громкие заявления и действительно оказывается, что грех на Иоаннафане. Почему? Потому что Иоаннафан не выполнил вот этого обета, который Саул дал и повеление, чтобы никто не ел. И когда это выясняется, Саул говорит, «Ну что ж, пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». То есть сначала дает Саул одну клятву, а теперь он дает еще одну клятву. В очень сильных выражениях причем. Вот эти вот слова, «пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает», это очень такая сильная клятвенная форма. Но здесь вступается народ за Иоаннафана и говорят Саулу, да ты что, он же герой, ни в коем случае, и они его освобождают, не дают Иоаннафана умертвить. Но, естественно, Саул больше преследовать филистимлян не может, потому что благословения Божьего больше нет с Израилем, и они возвращаются. То есть до конца Саул эту войну не выигрывает. В чем же проблема? А почему все-таки Господь не повел свой народ дальше? Проблема заключается в том, что Саул не убил своего собственного сына, как он пообещал. Что Бог от него этого хотел и ожидал. Но, на самом деле, если разбираться, да, проблема в том, что Саул не исполнил своей клятвы, которую он дал. Но вопрос возникает еще до этого. Зачем вообще Саул это делал? Зачем он дал вот этот вот странный приказ, странный обед, который, в общем-то, Богу был не нужен, он был неразумен, он привел к тому, что народ изголодавшийся тоже впал в грех и стал есть это мясо с кровью вопреки закону Божьему. И интересно, что вот в этой истории, в этом тексте несколько раз повторяются такие слова. это слова народа, обращенные к Саулу. Люди говорят царю, делай все, что хорошо в глазах твоих. Делай все, что хорошо в глазах твоих. Вы знаете, это очень на самом деле опасные слова. Но Саул, похоже, их воспринял и они ему понравились. потому что царю всегда нравится делать то, что ему хочется делать. Царю всегда нравится иметь ничем не ограниченную власть. И Саул делает то, что ему кажется хорошим. Не то, что Богу кажется хорошим, а то, что кажется хорошим ему царю. И это проблема, потому что когда мы начинаем, вместо того, чтобы делать угодное Богу, совершать угодное нам, то мы даем место в нашем сердце дьяволу. Следующая глава. Война с Амаликитянами. Опять же, от Господа звучит конкретное повеление. Этот народ, погрязший во грехе, должен быть уничтожен, и там не только о народе было сказано, и имущество, и скот, то есть все должно быть преданным мечу. Саул одерживает победу, и вопреки Божьему повелению он сохраняет жизнь царю Амаликитян, Агагу, и сохраняет часть добычи, лучшая из добычи, из овец, волов и так далее, сохраняет. Самуил приходит к Саулу, и давайте прочитаем тоже очень интересные тексты. 15 глава первой книги Царств с 13 стиха. «Когда пришел Самуил к Саулу, то сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил Слово Господа». Интересно, что буквально двумя стихами выше Господь говорит Самуилу, «Я сожалею о том, что поставил Саула царем, потому что он не исполнил Слово Мое». Саул здесь даже не понимает, что он не исполнил Слово Господа. Он очень доволен собой, он очень доволен всем происходящим, он радостно встречает Божьего Пророка и говорит, благословен ты у Господа, я исполнил Слово Господа». А Самуил говорит, подожди, какое Слово ты исполнил? А что это за, я слышу, блеяние овец и мычание коров? «А, – говорит Саул, – ну так это просто народ сохранил лучшее из добычи, чтобы жертву Господу принести. Это же мы из лучших побуждений, то есть ради Господа, для жертвоприношения. А все прочее мы истребили, как и Господь сказал. То есть Саул уверен в том, что он действует правильно. Если раньше, возможно, его беспокоили какие-то сомнения, когда он жертву приносил, потому что семь дней он все-таки ждал, и когда уже совсем стало не в терпеж, он стал совершать все сожжения. Здесь он уверен, что он правильно во всем поступает. Даже когда он не исполняет волю Божию, у него есть для этого оправдание. Он говорит, я не полностью Слово Божие и Божье повеление исполнил, но это же я для Бога сделал, не для себя. То есть представляете вот эту логику, да, понимаете, как мы иногда можем оправдывать свое непослушание Господу? Я для Господа это делал. Я для Господа не слушаюсь Господа. Действую в интересах Бога. Я лучше знаю, да, как будет правильно, чтобы Богу было хорошо. И, конечно же, он пощадил царя, да, хотя в предыдущей истории он сына своего готов был не пощадить, чтобы свое слово исполнить, а тут, по слову Божьему, он не хочет казнить этого царя языческого. И создается такое впечатление, что вот во всей этой истории Саул, он больше гуманист, чем Бог. Потому что Бог ему говорит, ты должен истребить, Саул говорит, ну, зачем так, да. Давайте, давайте пощадим, в плен возьмем, вот, ну, убивать не будем. Но посмотрите, что происходит дальше. Дальше начинается история Давида. И когда Давид одерживает победу над великаном Голиафом, Саул начинает завидовать Давиду. Народ прославляет этого юношу, и Саул начинает ему завидовать. И что он делает? Он несколько раз метает в Давида копье для того, чтобы его убить. Он здесь уже совершенно не проявляет свои вот эти вот гуманные наклонности. И когда сын его, Иоаннафан, заступается за своего друга, Саул и его пытается пригвоздить копье. Но, наверное, к счастью для Давида и Иоаннафана, царь Саул, он с копьем не очень, наверное, умел обращаться хорошо. Все время промахивался. Во всяком случае, хуже, чем Давид с прощой у него это получалось. Но, конечно же, мы понимаем, что Господь здесь хранил. Хранил и Давида, и Иоаннафана до определенного времени. Но посмотрите, что дальше происходит. Когда Давид убегает от Саула, и Саул начинает его преследовать, гоняться за ним, искать его для того, чтобы его все-таки убить. И Давид, когда убегает от Саула, он приходит в город Номву. Город, где жили священники. Он приходит к первосвященнику Ахимилеху. И Ахимилех ему помогает. Он дает ему пищу. Он отдает ему меч Голиафа, который там хранился. И когда Саул об этом узнает, он приходит в этот город, и он приказывает вырезать целый город и истребить всех священников за то, что они помогли Давиду. То есть, где вот этот вот гуманизм, который раньше Саул проявлял? Где вот эта вот его готовность прощать, его смирение? От этого не осталось и следа. Интересно, что Саул начал свое падение, проявив определенное непочтение к роли священника. То есть, он не дождался Самуила, он сам стал приносить всесожжение Господу. И мы видим, чего достиг, в конце концов, каких глубин Саул достигает в своем падении, когда он приказывает истребить десятки священников и вырезать все население этого города. Сначала он дает немного места дьяволу в своем сердце, даже не осознавая это, потому что вроде ничего плохого он не делает. А в результате приходит вот к такой ситуации. Знаете, психологи отметили, что люди склонны, скажем так, легче соглашаться на что-то серьезное, если они уже согласились на что-то менее значимое, менее важное для них. В Калифорнии был проведен такой эксперимент. Приходил человек, который представлялся добровольцем, приходил к домовладельцам и просил у них разрешения на их лужайках перед домом. Ну, вы, если смотрели какие-то фильмы, да, про Америку, или кто-то бывал, может быть, знаете, там вот эти дома, и лужайки такие подстриженные, красивые, да, газончики из травы перед домом. Вот все красиво, аккуратно. Вот, и просил разместить такие большие, большие щиты, большие плакаты, на которых было написано «Ведите машину осторожно». Вот, и для того, чтобы было понятно, как это будет выглядеть, этим домовладельцам показывали фотографию, где такой неаккуратный щит некрасивый, вот, огромный, он закрывал почти весь дом, то есть, ну, очень такое неприятное впечатление создавалось. Вот, и только 17% вот этих домовладельцев опрошенных, они были согласны, скажем так, пойти на такое, да, и то достаточно большая, значительная цифра. Вот, ожидалось, что их меньше будет. Вот, но затем было сделано что? То есть, в другом районе пришел человек за две недели, за две недели раньше, тоже другой доброволец, скажем так, и он попросил разрешения разместить небольшую табличку на доме или на ограде, небольшую табличку, буквально 20 квадратных сантиметров размером, на которой было написано «Будь дисциплинированным водителем». Ну, и это настолько, скажем, незначительная вещь была, что почти все согласились это сделать. И когда через две недели к ним пришел человек и сказал, а давайте мы у вас на лужайке поставим вот такой вот огромный плакат, который вам весь дом закроет и испортит весь вид, знаете, сколько, какой процент дал согласие на это? 76 процентов. То есть три четверти всех они согласились. Ну, хорошо, давайте это сделаем. Почему? Потому что вначале они уже дали свое согласие на то, что вот эту вот маленькую табличку мы разместим. И им уже сложнее было отказать, когда к ним пришли с более серьезными какими-то требованиями. Но тогда решили усложнить эксперимент этот. И сделали следующее. В один из районов по домам ходили люди и просили подписать обращение, значит, которое предписывало или побуждало людей содержать природу, скажем, содержать город в чистоте. Ну, и мы понимаем, что кто будет против того, чтобы было чисто вокруг. Никто не отказывался. То есть, конечно, все были готовы подписать такое обращение. Затем опять через две недели к этим людям пришли и говорят, давайте мы установим вот эти вот плакаты большие у вас на лужайках. И в этот раз почти 50 процентов, то есть почти половина всех домовладельцев, они согласились на то, чтобы у них установили такие плакаты. То есть, меньше, чем в первом случае, но намного больше, чем это было без подготовки. Хотя, вот во втором или в последнем случае мы видим, что, скажем, обращение содержать природу в чистоте не имело никакого отношения к безопасному вождению. Но люди взяли на себя определенные обязательства, они почувствовали определенную ответственность, и теперь они были готовы дальше вести себя как ответственные граждане. Вы знаете, вот, наверное, когда Павел предостерегал жителей Эфеса, христиан, и говорил, не давайте место дьяволу, возможно, он тоже думал о чем-то подобном. Потому что, когда человек уступает в чем-то малом, когда человек идет на компромисс со своей совестью и с божественными принципами, в каких-то мелочах, незначительных, неважных, которые, может быть, не считаются серьезными, которые, возможно, среди, не только в обществе, но даже среди христиан и в церкви, может быть, и не осуждаются особенно. Намного легче потом сделать следующий шаг, а за ним следующий, и переступить очередную черту, что, в конце концов, приводит нас к печальным последствиям. Есть вещи, о которых мы знаем, что Бог их не одобряет. Ну, или подозреваем, или догадываемся об этом. Но, так же, как и Саула в свое время, они нам могут казаться не очень значительными. И, знаете, вот этот вот вопрос, который часто задают, да, особенно, когда вот на что-то детям указываешь, что вот это неправильно, вот это нельзя делать. Знаете, что часто звучит в ответ? А что такого? А что такого? Ничего страшного. А все так делают. Вот. 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 ну и что? Вы знаете, дьявол этим пользуется для того, чтобы закрепиться в нашем сердце и в нашей жизни. Создать определенный плацдарм, с которого он начинает завоевание. и дьявол, и дьявол обычно, он не предлагает нам сразу же восстать против Бога, то есть он не приходит к нам добропорядочным христианам и не говорит, а давайте-ка мы сейчас кого-нибудь убьем, да, вот. нет, он он говорит, ну давай, скажем, воспользуемся какой-нибудь нелицензионной компьютерной программой. Ну, а что такого? Да, все так делают, правильно? И вроде бы ничего страшного, да, никто не пострадает от этого. Но при этом мы где-то понимаем, что это неправильно, наверное, так делать. Но мы все равно делаем, да, и вот это вот маленькое место, да, уже каким-то кончиком пальца там сатана наступил на него. Мы знаем всю историю Иуды, который предал Христа. И, наверное, единственное, вот, что плохого об Иуде написано в Евангелиях, ну, естественно, за исключением самого предательства, это то, что он был вор и брал деньги из ящика, куда там пожертвования клали. То есть, он брал деньги из кассы. И наверняка Иуда понимал, что это неправильно, то есть, вряд ли он считал, что это нормально, да. Но при этом он наверняка себя оправдывал, и это не казалось ему слишком большим согрешением, потому что, а что такого? Я взял немного, да, никто и не заметил. И все равно большая часть этих денег пойдет на благотворительность, вот, то есть, считай, напрасно пропадет. Вот, поэтому, если, скажем, другим можно на благотворительность, да, то, как бы, я и себе часть тоже на благотворительность возьму, поддержу самого себя, да, такой вот проект Иуда, вот, который тоже требует определенного финансирования. К тому же, быть казначеем в любом коллективе, это ответственность определенная, да, и это все-таки дополнительная работа, да, и именно Иуда, никто другой, а именно он должен был ей заниматься, поэтому всякий труд заслуживает вознаграждения определенного, да, знаете, долгое время у многих людей, да и до сих пор иногда встречается такое тоже, вот, представление присутствует, что украсть у государства это не украсть на самом деле, да, это нормально, вот, у человека нельзя, а у государства это, это мы просто компенсируем, как бы, вот, то, что нам недоплачивают, то есть, мы видим, что Иуда сначала дал небольшое место дьяволу в своем сердце, а закончилось все тем, что на последней вечере в Иуду вошел сатана и уже полностью им овладел, и в результате он пошел и предал своего учителя, но вы знаете, иногда мы даже не осознаем, что происходит, иногда мы, давая место дьяволу, даже не понимаем, что мы это делаем, когда Иисус рассказывал своим ученикам, что ему предстоят страдания и смерть в Иерусалиме, то Петр начал перечить ему, и он начал говорить, Господи, пусть не будет этого с тобой, не надо тебе ходить в Иерусалим, не надо тебе страдать, не надо тебе умирать, зачем это все, пусть этого с тобой не случится. Что плохого делал Петр? Он хотел добра своему учителю, правда же? Он переживал о нем, он любил его, он о нем заботился, он хотел как лучше, Петр хотел защитить Иисуса. А Иисус что Петру говорит? Помните, что он ему сказал в ответ? Отойди от меня сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот это проблема, когда мы начинаем думать о том, что человеческое. Когда мы начинаем делать то, что нам хочется делать, а не то, что Бог просит нас делать. Вот в этот момент мы тоже, подобно Петру, даем место сатане в своей жизни и в своем сердце. Хотя мы из искренних побуждений действуем. Мы хотим ради Христа все сделать. И вы знаете, Петр некоторое время продолжал думать о том, что человеческое. В Гефсимании, когда он достал меч и отрубил ухо рабу первосвященника. Потом во дворе первосвященника, когда он там грелся у костра и отрекся от Господа трижды. Но, к счастью, Петр позволил Христу изгнать сатану из своего сердца. Петр позволил Христу лишить сатану того места, которое он захватил. И, наверное, есть один только способ не дать место дьяволу. Да, конечно, мы можем исследовать себя, мы можем оценивать свои действия, свои поступки, мы можем задумываться, угодно ли Богу то, что я делаю, и мы должны это делать. Но никто из нас не в состоянии контролировать самих себя. Поэтому единственный способ не дать место дьяволу, это отдать все это место без остатка Христу. Иисус говорил, помните, он рассказывал эту притчу, говорил, что никто не может войти в дом сильного, если прежде не свяжет его, оружие не отнимет его, не одолеет, и тогда он войдет в этот дом. Но Христос сильнее, чем сатана. Поэтому если Христос живет в доме нашего сердца, то дьявол не сможет туда входить. И когда сатана будет нам предлагать совершать какие-то безобидные, на первый взгляд, поступки, которые противоречат вместе с тем воле Божией, мы найдем во Христе силы сказать ему нет. Отойди от меня, сатана. Давайте мы помолимся об этом. сатана. Редактор субтитров Корректор Субтитров Корректор Субтитров